Привет, друзья! И так как всегда, как я вам и обещала, почти каждый день или каждый день итоги этого дня, сегодня 24-е, и говорим о том, что произошло именно сегодня. В Украине подтвердили 97 случаев заболеваний коронавирусной инфекции, и больше всего инфицированных, как мы знаем, в Черновицкой области. Но, в принципе, история совершенно объяснимая, потому что именно туда возвращались зарабечания. Это то, о чём мы предупреждали, о том, что будет много инфицированных, люди едут из Польши, люди едут из Италии, люди едут из Франции, где в этих странах вспышка, люди едут из Испании. И, конечно же, можно было бы принести огромную пользу их стране и этим людям, если бы мы их могли на обсервацию разместить, может быть, даже на принудительную обсервацию, потому что я понимаю, что не все хотели. Вчера, например, даже Антон Геращенко рассказал про девушку, которая прилетела откуда-то со стороны Куршевеля и хотела дальше через Киев ехать к своему сыну во Львов. И плевать ей было на то, что у сына, у неё, может быть, какие-то проблемы, и она может заразить сына, понимаете? Но все люди очень разные, как мы теперь уже понимаем. И, конечно же, это задача государства – вести определённую, нужную в таких случаях политику. К сожалению, было решено не размещать людей на обсервацию, а просто брать с них подписки о том, что они будут самоизолироваться дома. Ну и, конечно, всех, кто приехал в эти черновецкие сёла и в маленькие городки, сразу же устроили встречу с соседями, с друзьями и так далее. Как результат, очень много, к сожалению, заболеваний именно в Черновецкой области. Ну, всем, понятно, желаем здоровья. И очень хочется верить, что хоть какие-то уроки будет власть извлекать из этих историй. Что касается введения специального чрезвычайного положения или нет, чрезвычайной ситуации. Вот в чём вопрос. Смотрите, там мнения разделились. Всё окружение Зеленского разделилось на два лагеря. Первый выступает за жёсткие условия борьбы с коронавирусом. К ним относятся Арсен Аваков, Сергей Шефир и некоторые другие. Также за введение чрезвычайного положения выступает и министр здравоохранения Емец, который публично об этом говорил, да, или Емец говорил об этом публично и даже грозился, как мы помним, уйти в отставку, если решение о чрезвычайной ситуации не будет принято. Потому что, как он считает, ситуация катастрофическая, и он не хочет нести за неё ответственность единолично. Ну, Илью Емца можно понять, потому что всё, что происходило с украинским здравоохранением до сих пор, а он является министром только несколько недель. Да, это не его ответственность, но сейчас это уже не имеет значения. Всё, что будет происходить дальше, это уже будет его ответственностью. И он, конечно же, хочет разделить её вместе с государством, с Кабмином и с другими министрами, и, может быть, даже со страной. Что можно понять. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы, наконец, заработали правоохранительные органы, чтобы было понятно, куда по-прежнему исчезает медоборудование некоторое, чтобы было понятно, что случилось с этими тестами. Не знаю. Возможно, из Китая послали 250 тысяч, а остальные ещё долетят. Возможно, между кем-то их разложили на равные части. Но, друзья мои, мы должны знать, повторяю, как это было. Эта ситуация должна быть абсолютно прозрачной. Так же, как и абсолютно прозрачной должна быть ситуация для людей. Если кто-то хочет заплатить свои деньги, например, и пройти тест на коронавирус, человек имеет право это сделать. Не имитаться, не звонить по всем телефонам, не говорить «пожалуйста, сделайте мне». Человек хочет заплатить, и он пусть заплатит. Пусть это будут какие-то отдельные для людей истории. Более того, конечно же, те люди, у которых нет денег, но которые чувствуют симптомы, тоже должны понимать, куда им обратиться, какие государственные клиники это делают. Ну и, конечно, бизнес. Это уже, знаете, вот две истории, которые идут параллельно буквально. Эпидемия и падающий украинский бизнес. Промышленное производство в Украине продолжает сокращаться. В феврале 2020 года оно снизилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Это уже не так много, как в январе, да, потому что в январе было падение, как мы знаем. Но промпроизводство уменьшилось, и это уже такой опасный симптом, на 5,1% промышленное производство. И дестабилизация этой ситуации очень далеко. Падение продолжается. Поэтому правительство должно срочно принять меры для того, чтобы люди могли продолжить заниматься бизнесом. Да, возможно, выложить свои деньги. Да, возможно, выложить часть стаб-фонда. Но стабилизировать страну, так поступают все страны сейчас. И не надо говорить, что они более богаты. Значит, мы дадим меньше, но мы должны дать бизнесу, и мы должны его поддержать совершенно реальными какими-то шагами. Плюс мы должны поддержать население. Все отпуски оплачиваемы, все карантины оплачиваемы. Обязательно, потому что люди не виноваты в том, что произошло. Они хотели работать. Мы им сказали, государство им сказало, доверься нам, для тебя будет лучше, если ты посидишь дома. А дальше сказали А, нужно сказать Б, разумеется. А вот это Б и есть. Мы тебя поддержим, мы тебя поможем. Мы знаем, что у тебя есть семья. Мы знаем, что ты украинец. И знаем, что у тебя есть семья. И мы своих не бросаем. Вот так это должно быть сказано. Если нет, не знаю, возможностей для всех, значит, просите бизнес, пусть вас поддержит. Вы уже его один раз вызывали, вызывайте еще. Думайте, как это сделать. У вас там целый кабин, у вас масса советников. Ребята, это нужно сделать. Обязательно и в ближайшие дни объявить людям, как это будет. Ну и, конечно, знаете, какие-то... Вот я всегда говорю, что украинская политика очень сильно пострадала, именно потому что пострадала ее этическая как бы страна. Потому что нет вот этого ощущения предела берегов, как принято говорить в народе. Люди в Сирии как-то путают берега и не понимают, что... Ну да, каждое право имеет право на то, что слева и то, что справа. Но есть какие-то моменты, когда вот этого делать нельзя. Например, обсуждали недавно покупку Мерседеса Андреем Ермаком. Ну, по идее, учитывая биографию, да, Дейер Ермак – человек небедный, по всей видимости. И не был он до того, как пришел в администрацию свадебным фотографом. И, наверное, есть у него какие-то деньги. Но сейчас же такой момент. Нам в стране очень тяжело. В стране пандемия. Да покатайся на своей старой Тойоте, какая-то Тойота Камри, что ли, у него была по декларации. Ну, зачем покупать этот крутой за 3 миллиона Мерседес, да еще 200 тысяч гривен давать там за оформление документов и так далее. Ну, конечно, имеешь право. Конечно, безусловно. Но все-таки вот было бы, наверное, деликатнее, если бы это не было. И мне кажется, что речь здесь не о лицемерии. Речь о какой-то такой, знаете, политической уместности. Того или иного жеста. Об этической уместности. Возможно, вы со мной не согласитесь. И я не обязательно говорю, что я права, но вот мне интуиция подсказывает, что это для политиков вот в такой тяжелый момент это должно быть как-то так. Точно так же, как там все обсуждали декларацию Оксаны Маркаровой. Оксана министр, да, она много лет работала в американском фонде. Потом, по-моему, с 2005 или 2006 года она перешла на государственную службу. Сейчас не ручусь за год, но она уже довольно давно работает. Она была министром еще и при Порошенко и так далее. И, конечно, бывший министр финансов, да, она уже бывшая, сейчас другой министр финансов, вместе с мужем Даниилом Баланцом владеет недвижимостью и держит на банковских счетах более 20 миллионов гривен. Кроме этого, Маркарова задекларировала даже племенного коня, как говорится, в декларации. Ну, Оксана такая нехрупкая женщина. На коне ее представить легко, это, наверное, какое-то монументальное зрелище. Но я вот специально посмотрела. Муж владеет квартирой в Соединенных Штатах Америки, что совершенно понятно. Она очень много лет связана с американскими фондами и так далее. Наверное, человек не бедный. Я хочу сказать, что вот что по этому поводу. Понимаете, люди... Оксана Маркарова практически работала в грантовых организациях, работала в фондах, а потом перешла на государственную службу. И в результате она оказалась очень небедным человеком. То есть она не создавала ничего, она не работала в практическом бизнесе, она работала просто в государственных министерствах, на государственной службе. И это, в общем-то, неплохо. Неплохо она заработала. Вот почему все наши... Знаете, раньше дети мечтали быть космонавтовыми учителями, сейчас дети мечтают стать депутатом или получить, поработать в грантовой организации. Вот как-то так было модно до этого. Но я очень надеюсь, что вот последние события в нашей стране, они очень здорово поменяют все, скорее всего. И очень многим людям откроются глаза на настоящие ценности. И вот эта любовь к тем, я не знаю, кто реально что-то делает, учат детей, шьет одежду, выдают книжки в библиотеках, лечат людей, лечат людей. Потому что учителя и врачи – это были люди в нашей стране всегда, которых, наверное, наиболее униженная профессия. Особенно, когда речь в регионах, об областных больницах, районных больницах, о сельских школах, о районных школах, да, все очень скромно жили, по сравнению, по крайней мере, с их коллегами за рубежом. Поэтому мне кажется, что мы должны повернуться, вот когда мы выйдем из этого всего, даст Бог, да, через какое-то время, мы должны повернуться к тем людям, которые действительно что-то делают реальное для других людей, для страны. И понять, что именно эти люди должны жить достойно, хорошо, комфортно и быть уверены в завтрашнем дне. Ну вот на сегодня все. Я очень рассчитываю, что вот эта страшная кривая заболевших, она будет потихонечку стабилизироваться. Ну то есть лишь бы она не росла, да, а потом, даст Бог, и будет снижаться. Очень хотелось бы этого. Берегите себя, будьте в самоизоляции, сидите по домам, что бы там ни было, что бы мы не потеряли после этого, я имею в виду бизнес, деньги, работа и так далее, нет ничего дороже жизни. Вырулим из этого и потом что-то придумаем. Честное слово. Я уверена, что в украинскую политику скоро придут совершенно другие люди. Люди, которые способны на реальное. Спасибо. До завтра.